МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Капризы погоды известны жителям Чувашской республики не понаслышке. Проливной дождь, порывистый ветер и сильный гололед все эти явления природы совсем недавно ощутили на себе жители столицы Чувашии. О том, как справились с аномальной ситуацией, мы и поговорим сегодня в рамках программы «По существу». И у нас в гостях Юрий Антонов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Чувашской республике. Юрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Почти две недели назад жители Чувашской республики на себе ощутили аномальное метеорологическое явление, а именно сильный гололед. Как Министерство по чрезвычайным ситуациям справилось с аномальным для Чувашской республики поведением погоды? Да, такой случай на территории нашей республики произошел. И уже есть ему термин – это ледяной дождь, который уже имел место быть на территории других субъектов Российской Федерации. В этом году он произошел у нас. И хотел бы сразу дать объяснение. Как говорят ученые, что такое вообще ледяной дождь – это аномальные погодные условия, связанные с тем, что встречается холодный и теплый воздух. То есть наверху теплая температура, ближе к земле она холодна, и наверху снежинки тают. И пока они долетают до земли, превращаются в полые капли воды, которые разбрызгиваются, ударяясь о землю, и тут же замерзают. До конца это объяснение данной погоде еще не дано, но причины вот такие на сегодняшний день, объясняют ученые. И 17 октября этого года в 11 муниципальных образованиях нашей республики произошло это явление, вследствие чего было нарушено электроснабжение в частных домах, в многоквартирных домах, в социально значимых объектах жизнеобеспечения населения. И сразу же главным управлением МЧС России по Чувашской Республике был развернут оперативный штаб, который до момента ликвидации данной чрезвычайной ситуации круглосуточно работал и координировал работу служб оперативных. Мы собирали всю информацию, соответственно, те силы и средства, которые были в распоряжении МЧС России по Чувашской Республике, то же самое, выезжали по контролю за обстановкой, которая сложилась в этих муниципальных образованиях. Из-за обильных осадков в 10 районах республики обрывались линии электропередач, повсюду были также повалены деревья. В некоторых селах жители остались без тепла и света и учебные заведения и сельхозпредприятия были вынуждены питаться от генераторов. Отсутствовало освещение также на некоторых улицах столицы республики. Как справились с этой ситуацией? И что, кстати, насчет больниц? Как выходили с положения там? Вы абсолютно правы. Многие объекты социального назначения, объекты жизнеобеспечения, они остались без энергоснабжения. Но работа на территории республики по обеспечению этих объектов автономными источниками электроснабжения ведется давно. Поэтому у нас есть перечень, соответствующий реестр, где все эти агрегаты учтены. И мы знаем, где и в каких муниципальных образованиях они находятся. Естественно, знают об этом и органы исполнительной урала власти, республики, органы местного самоуправления. Поэтому, благодаря тому, что эта работа была соответствующим образом налажена, в общем-то, больших трудностей в обеспечении энергоснабжения не возникало. Своевременно эти объекты были подключены при помощи автономных источников электропитания. Насколько мне известно, все-таки объем восстановительных работ был настолько велик, что на помощь прибыли бригады из Сарата, Ульяновска, Самары, Оренбурга, Пенза и Саранска. Как работали специалисты и вообще сколько бригад было задействовано в ликвидации чрезвычайной ситуации? Вы абсолютно правы. Такая ситуация сложилась на территории республики впервые. И собственных сил на территории республики не хватило. Поэтому руководство обратилось, чтобы нам помогли субъекты, которые находятся рядом с нами, у которых есть соответствующие силы и средства. И пребывали, вы правильно совершенно сказали, перечислили эти субъекты, которые пребывали со своей техникой, со своими инструментами. И сразу сходу они выехали и выезжали на протяжении всех этих дней, места ликвидации чрезвычайной ситуации и оказали большую помощь в восстановлении электроснабжения, тем самым в ликвидации данной чрезвычайной ситуации. Хочу подчеркнуть, что органы исполнительной власти взяли эту ситуацию под контроль. И глава Чувашской республики Михаил Васильевич Игнатьев ежедневно заслушивал с докладами руководителей муниципалитетов о сложившейся ситуации, о ходе проведения работ, был развернут оперативный штаб и все это позволило минимально короткие сроки ликвидировать данную чрезвычайную ситуацию. Потому что она, совершенно правильно сказали, она сложилась очень непросто. А вот как долго эти вспомогательные бригады находились на территории Чувашской республики? Они до конца чрезвычайной ситуации, пока не было подписано распоряжение главы республики о том, что чрезвычайная ситуация ликвидирована. То есть подключение последнего муниципалитета, последних домов. Только после этого данная ситуация была снята с контролем и бригады, которые прибыли к нам на помощь, убыли по местам расположения, свои субъекты. Сейчас погода в очередной раз удивляет жителей республики. Не успели мы привыкнуть к холодам, как она преподнесла очередной сюрприз – потепление. Пока в республике держится плюсовая температура, но вот по мнению синоптиков это ненадолго. Готовы ли министерства по чрезвычайным ситуациям к очередным погодным условиям? Да, конечно, мы отслеживаем погодные условия и очень много они значат. Но хочу сразу подчеркнуть, что к зиме мы готовимся заранее. Мы начинаем готовиться после того, как отопительный сезон заканчивается. Это еще весной. И вместе с органами исполнительной власти и муниципалитетами мы начинаем подготовку к следующему отопительному сезону. Это и проверка всех систем энергоснабжения, то есть то, что понадобилось сейчас, это автономные источники питания, это силы и средства, которые могут понадобиться для ликвидации тех или иных чрезвычайных ситуаций, которые могут сложиться, которые складывались на территории республики. Мы просчитываем все риски и, конечно, планируем те действия, которые нам позволят минимизировать тот ущерб, который возможен при прохождении отопительного сезона. Сейчас на территории республики, в общем-то, погоду мы все видим, что нет такого, то, что мы уже прошли, как бы, таких серьезных аномальных явлений. Как бы зима постепенно начинает набирать свои обороты и, в общем-то, благодаря тому, что уже работа была проделана, мы больших опасностей пока в ближайшей перспективе своей не видим. Ну а потом, исходя из погодных условий, исходя из той ситуации, которая будет складываться, будем соответствующим образом реагировать. И на территории республики есть все силы и средства, единые государственные системы, территориальные подсистемы, которые предназначены для реагирования на те или иные чрезвычайные ситуации, которые могут у нас возникнуть на территории республики. На данный момент еще одной хорошей новостью стало то, что вот такого аномального поведения погоды, как примерно две недели назад, по крайней мере, по мнению синоптиков, не повторится. Но в любом случае этого нельзя знать наверняка. И вот как вести себя жителям республики, если подобная ситуация повторится еще раз? – Да, конечно, ситуация может повториться. И сразу хочу ответить на ваш вопрос. Нашей работой как раз и является, что мы были всегда готовы к тем или иным чрезвычайным ситуациям. Мы заранее их, конечно, просчитываем и пытаемся предугадать и спланировать свои действия. Но всегда погода вносит свои коррективы. Жителям республики мы хотим посоветовать, что внимательно следить за прогнозами погоды, потому что в близлежащей перспективе на 2-3 дня, в общем-то, процент оправданности данных прогнозов очень высокий. И, конечно, при гололедных явлениях, при переходе от отрицательных температур к положительным и назад к отрицательным всегда возможны вот такие аномальные явления. И в этот период, конечно, тем, кто выезжает на транспорте наличным, желательно, конечно, чтобы машина была подготовлена. То есть резина заменена на те условия погоды, на зимнюю резину, я имею в виду, чтобы соответствовало погодным условиям. И, конечно, следить в частных домовладениях, следить за системой вообще отопления, энергоснабжения и вовремя обращаться в соответствующие службы. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо вам. А я напоминаю, сегодня мы общались с заместителем начальника Главного управления МЧС России по Чувашской Республике Юрием Антоновым. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова